В Ульяновске открылся географический фестиваль «Фрегат-Паллада». Только за первые два часа работы, по словам организаторов, интерактивные зоны посетили 2000 человек. В основном это школьники из разных районов области. Из-за ситуации с коронавирусом «Фрегат-Паллада» более трёх лет простоял на причале, свернув свои паруса. И мы решили не дожидаться весенних каникул, обычного времени его проведения. И открыли работу фестиваля прямо сейчас, в осенние школьные каникулы. Фестиваль проходит в десятый раз. Его открытие приняло участие представители российского русского географического общества Сергей Карлыханов. Раскрою небольшой секрет, что Ульяновская область и региональное отделение русского географического общества в Ульяновске зачастую являются первопроходцами. На самом деле, вот такой молодёжный детский фестиваль дал для нас основу для размышлений, чтобы такие фестивали проводились и в других регионах. На фестиваль приехала большая делегация из Калмыкии. Калмыцкая кибитка, национальный атрибут республики, стала украшением республиканской площадки. Руководитель делегации Санал Шевалиев зачитал приветственный адрес председателя Союза журналистов России Владимира Соловьёва. Освещение работы любой экспедиции невозможно без профессионализма журналистов. Ваш фестиваль «Фелегард Палата» стал по-настоящему главным географическим информационным событием Ульяновской области. Сегодня он проходит в исторически значимое время. Впервые почётным гостем фестиваля стал герой России, лётчик-космонавт Валерий Токарев. Наш разговор состоялся на впервые организованной космической интерактивной зоне. Из космоса действительно вся планета маленькая, и это всего лишь 92 минуты, облететь всю Землю. Но на самолётах я продолжаю летать, я как начал с курсантских лет, так и продолжаю летать на разных самолётах. И вот здесь уже можно понять, что действительно страна наша гораздо больше любой дорогой страны в мире на самом деле. Это и на космическом корабле понимаешь, но убеждаешься в том, насколько бескрайние северные просторы. Юбилейный фестиваль включает разнообразные культурно-просветительские мероприятия. Лекции, викторины, игры, фотовыставки, показ туристских фильмов в режиме нон-стоп, мастер-классов, в том числе и демонстрацию экспедиционных материалов. Я представляю экспедицию Ульянского отделения Русского географического общества в район Хамардабан. Вот здесь вот на стенде он хорошо представлен. Находится он в Южном Забайкалье на пересечении Восточной Сибири и Дальневосточного округа. Район отличается тем, что считался практически непроходимым. Там нет местного населения, нет охотников, нет егерей, нет тропы, и никакой МЧС там не спасет. Группа это понимала. Очень долго не хотели выпускать, но все-таки выпустили ульяновскую группу. Посетители фестиваля могут попробовать кухню народов мира, потренировать навыки в постановке туристических палаток, работы с компасом, подготовке парашюта, познакомиться с метеорологическими приборами. Мероприятие будет проходить во Дворце творчества детей и молодежи областного центра по 15 октября с 10 утра до 16.00.